Преподобные оптинские старцы, основой и утверждением православной веры на Руси, долгое время являлось старчество. Это уникальное явление, центром которого с момента основания являлась обитель близ Козельска-Оптина-Пустынь. Изначальным основателем и вдохновителем старчества был стяжавший обильные дары Духа Святого и Еросхимонах Лев, образец смирения и самой горячей любви к Богу и ближенному. Принял подвиг старческого служения и окормления паства после физической смерти преподобного льва Еросхимонах Макарий, с именем которого связано начало издательской деятельности монастыря. Издавали первоначально труды из старцев, но в итоге организованный процесс вовлек в свою орбиту лучшей умы России. Под руководством Макария цвела не только Оптина-Пустынь, но и прочие монастыри, а изданные при его правлении письма святых старцев до сих пор являют собой драгоценный пример руководства по благочестию для монахов и мирян. Обитель стало крупным странно приемным домом при настоятельстве с хиархии Мандрита Моисея уникального человека, сумевшего сочетать железные качества управленца со строгим подвижничеством, смирением и истяжательством. Благодаря его умелому и мудрому руководству обитель буквально расцвела. Перечислим самых известных и любимых народом старцев – схиагумен Антоний, брат и сподвижник Моисея, настоятель скита, наставник и утешитель всех приходящих к нему за помощью. Через земную жизнь мужественной благородно нес тяжкий крест болезней тела. Еросхимона Хилларион – ученик и преемник святого старца Макария, славный своим ревностным исповеданием православной веры, которая помогло многим людям, отпавшим от веры, вернуться в луно Святой Матери Церкви. Еросхимона Хамвросий – великий угодник Божий, ревнитель и исповедник истинного православия. Любимый старец народа, невероятно почитаемый как при жизни, так и после блаженной кончины. Господь свидетельствовал благодатность святого старца многими чудесами, происходившими по его молитве и предстательству. Схиархи Мандрита Саки – преснопамятный настоятель Аптиной пустыни, деликатнейший и умелый пастырь, великий подвижник и хранитель традиций духовных заветов старчества Аптиной пустыни. Еросхимонах Анатолий – скитоначальник и старец, наставник иноков Аптиной пустыни, обители в Шамордена и прочих монастырей. Наиболее удавался старцу Анатолию божественный дар утешения и избавления от уныния. Еросхимонах Иосиф – духовный преемник преподобного Амвросия, образец незлобия, смирения и постоянного молитвенного делания. Многие современники вспоминают, что еще при жизни блаженного старца видели его осияным божественным светом. Неоднократно за время своего старческого подвига удостаивался явлений Божьей Матери Схиархи Мандрит Варсонофий – скитоначальник А, в котором старец Нектарий говорил, «Божья благодать в единую ночь сотворила из блестящего воина, сделала великого старца». Он исполнял пастырский долг на войне с Японией, обладал даром прозорливости, предрекал события и видел насквозь сердца прибегавших к нему за помощью, наставлением и защитой. Яросхимонах Анатолий II, прозванный «утешителем», был наделен великими дарами любви и утешения скорбящих, был прозорлив и умел исцелять болезни. Старцу выпала нелегка пастырская доля, в годину революции он утверждал и укреплял в вере своих духовных чад, давая им силы быть с Богом до самого конца, даже и до смерти. Яросхимонах Нектарий – последний оптинский старец, избранный собором. Подвигом непрестанной молитвы и смирения обрел драгоценные дары прозорливости и чудотворения, скрываемые зачастую под видом юродства. Неустанно, не щадя себя, окормлял народ во дни суровых гонений на святую церковь. Иера Монах Никон, любимейший ученик старца в Арсенофе, после закрытия пустыни не отрекся от заветов старчества, исполнял пастырский Долг самоотверженный горячо, претерпел от безбожных властей поругание и умер в изгнании. Архимандрит Исааки – два последний оптинский старец, бывший настоятелем оптиной пустыни, на долю которого выпало тяжкое испытание. Видеть разорение, разграбление и поругание любимой святой оптины. Сам старец четыре раза пережил тюремное заключение, но ни разу не возраптал на господа, а нес свой крест покорно, как и заповедал Господь Иисус Христос. Расстрелян в самый разгар ежавчины, 8 января 1938 года, последний приют нашел в братской могиле на Симферопольском шоссе. Сейчас в пустыне подвязается Схейгумен Ильи, духовник оптиной пустыни и духовник святейшего патриарха Кирилла. Схейгумен Ильи – сосуд, присполненный христианских добродетелей, большая из которых – любовь. Наставление святых отцов – такая обширная и богатая духовная культура, как та, которую взрастили и на развитие которой положили жизни. Великие угодники божьи, святые преподобные оптинские старцы не могла не оставить духовных плодов. И плоды эти воплотились в творениях преподобных старцев. Высказывания и совет оптинских старцев можно найти практически по любому жизненному поводу. Традиционно к наставлениям оптинских старцев относят душеполезные по учениям Акария Амвросия – наиболее опытных и сильных духом старцев. Кроме того, под именем старца Амвросия были изданы также советы супругам и родителям, также горячо защищал чистоту веры православной. Для этого создал ответ благосклонным к латинской церкви и несправедливым величании папистов мнимым достоинством их церкви. Также изданы были дневник и завещание духовным детям преподобного Никона. Старцы отличались столь чистым и поистине христианским существованием, что каждая веха их святого жития сама по себе – наставление, вразумление и утверждение в истинной вере. Монастырь старцев – место, взрастившее такое количество святых угодников божиих, само по себе заслуживает внимания. Оптина пустынь названа по имени основателя, раскаявших гася разбойника Опта в еночестве Макария. Упоминания летописные относятся к царствованию Бориса Годунова. Обитель во времена царствования дома Романовых была крупным центром духовной жизни. После революции действовала до 23 января 1918 года, после чего был обращен в сельхоз и артель, музей, дом отдыха, концлагерь и множество. Монахов приняло мученическую кончину в стенах обители, иные арестованы или разогнаны. В 1987 году пустынь возвращается православной церкви. Начинается возрождение монашества, восстановление храмов, возобновление духовной и хозяйственной жизни. Икона святых старцев – святые старцы оптинские, несмотря на то, что жили в разное время и зачастую друг друга не видели, изображены. На иконе – собор преподобных отец наших старцев оптинских. Святые и отцы изображены в иеромонашеских одеяниях со свитками паучений в руках. Традиционно на этой иконе сверху изображают Пресвяту Владычицу, Богородицу, как знак и символ особой любви и благосклонности Царицы Небесной к святым старцам. Кроме того, на иконе практически во всех случаях изображается вдалеке роскошная белокаменная оптина, пустынь – оплот и утверждение православия на русской земле. Видео «Оптинские старцы».